Сегодня понедельник и программа Утро Дома начинает новую рабочую неделю. Доброе утро! Мы по-прежнему с вами на связи благодаря интернету, ведь из-за вторжения России 24 февраля многие украинцы вынуждены были выехать в более безопасные города и страны. Да, но дом у нас один, и скоро мы обязательно в него вернемся. Ну а для того, чтобы как можно больше людей имели доступ к правдивой информации, мы ведем нашу программу на русском языке. Надеемся, что таким образом те, кто понимает нас в Европе и за ее границами, будут иметь представление о том, что происходит в Украине и почему мы боремся за нашу идентичность, свободу и демократию. Да, ну и вот, что приготовила наша команда для вас сегодня. Историю о выдающемся украинце Гетмане Сагайдачном, который еще 400 лет назад наводил страх на Москву. Рассказ об украинском фермере, который пережил российскую оккупацию и уже восстанавливает производство. А также, как преподавательница из Великобритании, учит маленьких украинцев английскому. У нас еще будет гость, создатель мобильного приложения для связи с родными. Очень актуально в наше время. Да, ну а утро начинаем вместе с вами мы, Юра Критенко и Аня Кузина. Поехали! Анечка, знаешь, что в Киеве тебя легко можно было встретить в общественном транспорте? Да, ты знаешь, я пользуюсь метро иногда и считаю, что это порой бывает лучший способ добраться из точки А в точку Б. Например, когда пробки большие. И вообще, я люблю метро, а вот киевское особенно. Вот, например, станция Золотые Ворота. Это же просто музей под землей. Там по стенам и по потолку можно изучать историю развития Киева. Да, украинской столице есть чем удивлять. Более того, станция Золотые Ворота постоянно попадает в топ самых красивых в мире. Ну, я считаю, заслуженно. Но сегодня вообще-то примечательный день для другого киевского общественного транспорта. Ровно 130 лет назад в столице Украины запустили первый электрический трамвай. И дальше по курсу наша постоянная рубрика «День в истории». 13 июня 1895 года во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки. Участниками соревнований стали 46 пилотов, каждый из которых должен был преодолеть около 1200 километров по маршруту Париж-Бордо-Париж. Первое место занял француз Эмиль Левассор. Он преодолел дистанцию за 48 часов 47 минут со средней скоростью 24,4 километра в час. Гонщик ехал на своей двухместной машине «Панар Левассор». «Это было безумие», — сказал Левассор после абсолютной победы. Сейчас самые престижные гонки в мире — Формула-1, Инди-500, Гран-при, Монако. В этот день, в 1934 году, родился выдающийся украинский конструктор ракетно-космической техники Яков Айзенберг. Его имя известно не только в Украине, но и за рубежом. Практически всю свою жизнь ученый посвятил работе на Харьковском заводе «Харитон». Начинал он рядовым инженером, а в итоге стал генеральным директором. Наиболее известные проекты, разработанные учеными во главе с Айзенбергом, старт самой современной в мире, стратегической ракеты СС-18 «Сатана», участие в запуске орбитальной станции «Мир», транспортной системы «Энергия» и космического корабля «Буран». И это был грандиозный успех. Однажды Айзенберга спросили, каково ваше главное достижение в космонавтике? Не задумываясь, он ответил, ни единого отказа систем управления. 13 июня 2014 года — день освобождения Мариуполя от пророссийских террористов. Город на юге Донецкой области захватчики удерживали около месяца. В спецоперации по освобождению Мариуполя в 2014 году принимали участие 150 бойцов спецбатальона «Азов», две роты спецбатальона «Днепр», две роты Национальной гвардии и спецназ МВД. В 2022 году войска МРФ удалось заблокировать Мариуполь. Окупанты обстреливали город из различного оружия, сбрасывали на него авиабомбы. В городе из-за широкомасштабной агрессии России погибло более 20 тысяч человек. Людей хоронили в братских могилах. Теперь о Мариуполе знает весь мир. Город стал символом сопротивления украинского народа российскому вторжению. А каким будет 13 июня 2022 года, зависит от каждого из нас. Юра, скажи, ты борщ вообще ешь? Ем. А, я понял. Ты намекаешь, что пришло время завтракать. Ну, время-то пришло, но пока что с нами нет наших шефов. Яна Нгуэна и Чабы Бакоша. Парни, вам привет. И единственное, что мы можем себе позволить, это кофе. Вообще, почему я спрашиваю про борщ? Оказывается, поедание борща входило в экзамен для новобранцев в Запорожской Сечи. О, я бы точно сдал этот экзамен. Обожаю его. Да, ты думаешь, что вот так просто съел борщ и все, тебя взяли в казаки? Ничего подобного. Нужно было съесть миску очень перченого борща. Потом выпить две бутылки горилки. Потом пройти по колоде над Днепром. А потом преодолеть все пороги реки на лодке. Вот так. И тогда ты, и только тогда ты можешь считаться настоящим казаком. Так вот она откуда, украинская сила воли и непокорность. Это точно. Ну, об одном из несгибаемых представителей казакства мы узнаем из нашего следующего сюжета. В январе 2022 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко анонсировал, что из Польши в Украину привезут ценный исторический артефакт. Это меч из стали, серебра и золота, принадлежавший Петру Канашевичу Сагайдачному, абсолютно уникальному украинскому полководцу. Одно его имя заставляло трепетать московских царей. К сожалению, российское вторжение в Украину сорвало экспозицию. Но ничто не помешает нам рассказать вам пять главных и самых интересных фактов о его владельце. Петр Канашевич родился недалеко от Львова в конце 16 века, задолго до того, как Гетман Богдан Хмельницкий создал первое украинское государство. Те земли тогда были под контролем Польши, наиболее влиятельной страны в регионе. Она постоянно враждовала с Московией на востоке и Османской империей на юге, в том числе в Крыму. Несмотря ни на что, Канашевич считал себя не поляком, а именно украинцем. Звучит невероятно, но будущий великий полководец в молодости работал репетитором. Петр Канашевич окончил Острожскую академию, в то время одно из лучших учебных заведений в Восточной Европе. Греческому языку его учил сам Кирилл Лукарис, впоследствии Александрийский и Константинопольский патриарх православной церкви. Канашевич решил пойти по его преподавательским стопам и после обучения переехал в Киев, став домашним учителем для состоятельных горожан. Возможно, мы бы больше ничего не услышали об этом человеке, если бы желание помочь своему народу не привело его в войско Запорожское. На военной службе в конце 16 века Петр Канашевич проявил себя как меткий лучник, и именно тогда получил прозвище «Сагайдачный». Ведь Сагайдака называли «боевой набор с луком и стрелами». Вместе с войском Запорожским Петр совершил множество военных походов в интересах польской короны, в том числе и морских, против Османской империи. Казаки быстро передвигались на сверхлегких боевых лодках-чайках и часто заставали противника врасплох. В итоге Сагайдачный уничтожил часть турецкого флота и взял несколько крепостей, дослужившись до звания полковника. В 1615 году его избрали гетманом войска Запорожского. В 1618 году Петр Сагайдачный отправился в единственный в своем роде украинский поход на Москву. Тогда Московия была ослаблена после междоусобиц смутного времени, и польский королевич Владислав заявил свои претензии на царство. Для этого он решил с помощью войска Запорожского осадить Москву и вынудить царя Михаила Романова, первого из этой династии, отречься от престола. Сагайдачный выдвинул условие – он поможет, если запорожцам даруют автономию. Польша согласилась, но объединенному войску не повезло. Романов смог организовать хорошую оборону, и осада закончилась уже через месяц. Неудача стоила Сагайдачному гетманства, однако через несколько лет он вернулся к командованию и достиг своего главного успеха – захватил турецкую крепость Хатин. Именно за это Гетман получил от польского короля Владислава тот драгоценный меч. Кто знает, что Сагайдачному подарили бы за взятие Москвы, и как бы повернулась вся история Украины после этого. И все же Сагайдачный остается значимой личностью для украинского государства. Он реформировал войско Запорожское, сделав из него мощную армию нового времени. Именно благодаря этому Гетман Богдан Хмельницкий через 20 лет после смерти Сагайдачного смог отвоевать земли для своего народа, создав первую в истории украинскую державу. В современной Украине именем Петра Сагайдачного назвали флагман военно-морских сил, как дань за первую полноценную украинскую флотилию из чаек. История Сагайдачного учит нас идти до конца и никогда не сдаваться. Это «Утро дома». Наши выпуски можно найти в соцсетях и следить за программой в любое удобное время и с любой точки мира. Мы выходим в эфир в таком необычном формате из-за вторжения России. Наша команда сейчас разбросана по разным городам и странам, но мы все верим, что мы скоро вернемся домой. И отстроим, и улучшим. Это уже начинают делать многие украинцы. Аня, кстати, ты знаешь, сколько бизнесов, сколько фермеров, производителей пострадало из-за военных действий России? Ой, я думаю, что очень много. А сколько людей осталось без работы? Да, вот и герои нашего следующего сюжета пережили оккупацию, но они опустили рук. Сегодня они отстраивают рабочие места и производство. Вражеские снаряды попали и в другие помещения. Сокрушается фермер Николай Лелят. Повреждены стены, кровля, двери, окна и климатические установки. Убытки составляют более 3,5 миллионов гривен. До войны хозяйство Николая Васильевича ежемесячно продавало до 200 тонн грибов. Начинали с небольшой компании в Киеве, затем стали расширять производство и переехали в село Липовку Киевской области. До оккупации на грибной ферме трудились более 100 человек. Сейчас только 20. Пока работы на всех не хватает. Из 21 камеры для выращивания грибов уцелели всего 6. Остальные нуждаются в ремонте. В селе Липовка российские оккупанты появились 26 февраля. Но практически до 8 марта работники грибного комплекса находились на рабочем месте. Когда начинали стрелять, прятались в подвале. Затем большая часть сотрудников выехала. Остались всего несколько человек. Окупацию пережили очень тяжело, рассказывает сборщица грибов Татьяна Солю. Главное, что все остались живы, говорит руководитель предприятия Николай Лелит. Выращиванием грибов он занимается 22 года. Пока остановились на ноги, не думали о сне и отдыхе, работали практически круглосуточно. Ведь грибной бизнес требует терпения, знаний и точного соблюдения технологического процесса, а еще серьезных финансовых вливаний. Смотреть, как на твоих глазах разрушается родное предприятие, и не иметь возможности его спасти, очень сложно. Тогда стояло питание, або ты живы, або ты не живы. Снаряды рвались, но мы только изразили, что он попал в землю, или в помещение попало. Важно на это все смотреться. Они не могли сказать, что это мое или не мое. Они не могли им ничего не защитить. Все, они все почували, как хозяева. Что хотели, то делали. Вередительно можно сказать, что они обнесли все. Все брали, что нужно воно, что нужно, ящики, компьютеры. Позабирали все бензопилки, бензонокосарки, все даже метли, даже в нас балли, в яких мы ведеречка мыли, нас все позабирали, все. Дуже, дуже шкода, но я думаю, что у нас хватит силы и нас нагисть, чтобы мы все это все возобновили. С каждым днем ситуация на производстве улучшается, предприятие восстанавливается. Несколько камер помыли от плесени, заложили новую партию продукции и уже получили первый урожай после оккупации. Цей грибочок, самый первый, который появился в нас, он поедет в нас на рынки. Мы только пока что с рынками. Уже где-то, через две недели, мы планируем работать с супермаркетами, как и работали раньше. Ну, мы должны не ждать, нам никто не придет, не поможет. И мы должны сами давать людям работу, давать продукцию и восстановить страну. Мы должны быть достойны того, что сейчас происходит, что делают наши военные силы. И в таком темпе наступить, идти, восстановить свое производство, чтобы стала Украина. Действительно, в этой войне вышла более сильной, авторитетной во всем мире. Вот что главное в наши дни, особенно в условиях войны? Ну, мне кажется, оставаться в безопасности. Да, это именно то, чего не хватает миллионам украинцев. Да и что душой привить, это то, чего не хватает всей планете. Да, особенно когда из Москвы угрожают ядерным оружием. Да, угрожать и хвастаться, это в 21 веке, мысли вслух. А сейчас к нашему эфиру присоединяется волонтер и руководитель проекта «Добре» Илья Шляховый. Здравствуйте, Илья. Спасибо, что вы нашли время рассказать нам о вашем проекте. Что это за проект? Почему он так называется? Проект называется «Добре», потому что мы часто питаем людей, своих родных или друзей, как ты. Ну, потому что у нас есть такая идея, что нужно сделать додаток, который будет это делать за вас. Ну, в основном, это место, где ты не питаешь родных, друзей или знакомых, как ты. А скажите, пожалуйста, Илья, как появилась идея создать такое приложение? Когда началась война, десь 2 недели, я спросил своих родных, друзей, и я за всех переживал, и спросил, как они. И, ну, это было там каждую годину, каждый день, каждый ночь, и так далее. Ну, и с часом это уже стаёт незручно, и ты уже питаешь, бываешь, забываешь десь, бываешь, через стресс кого-то не спросил, и так далее. И очень много уже сказали, что, ну, трешки набридало, потому что где-то кому-то доброе, где-то кому-то нет, и сказали, что было бы доброе, если это было бы оптимизовано. Ну, и, короче, я шукал какой-то вариант, который будет довольнять всех, и вот эта идея вышла. А для кого вот создано ваше приложение, кто основная целевая аудитория, если можно так, потребитель? Это будь-хто, кто переживает за своих родных, друзей, знакомых. Это может быть войсковый, это может быть человек в оккупации, это может быть, ну, будь-хто, в принципе. Это может и в Польши, если там кто-то переживает за своих родных, поставить. Это может и не войсковый, например, когда у тебя там есть бабушка, или старая мама, где ты хочешь видеть, как она, например, каждый день, каждый тиждень, чтобы ты видишь это, чтобы не было этого переживания за нею. Этот додаток сделан с тем, что не сохраняется никакой информации у вас. То есть это полностью анонимный додаток, где никакой информации на e-mail, где ты находишься, где ты находишься и так далее, нет. Там только твой нефейн и все. Там есть авторизация через Facebook, Apple и Google, но это все сохраняется на их серверах. Ну, то есть мы никакой отношения к этому не имеем. Из-за этого могут ставить и войсковый. Например, это очень хорошо подойдет для родных, которые на фронте. Класс. А скажите подробнее, вот как оно работает? Что нужно делать? Какие у него функции? Это нужно всем, получается, с кем ты связываешься установить это приложение? Так, так, треба установить додаток, пока что только на Android есть, далее будет на iOS. Вы ставите додаток, выбираете, вводите данные, это ваш псевдоним, никнейм, как вважаете. Далее выбираете зону, там у нас есть 4 зони, это очень безопасная зона, там переверяют каждую годину. И аж до тижня, там, где в безопасном месте, и можешь выбирать один тиждень. И далее еще выбираешь, там можно включать на ночь, чтобы на ночи никто не турбовал. И еще выбираешь, сколько тебе нужно времени на ответ. И сейчас расскажем, как это работает. Когда вы уже поставили, там есть главная кнопка, это «Поширить свой контакт». Вы отсылаете в любой мессенджер, или там email, или где еще, можно и отправить смс. И этот контакт, когда он натискает на посылание, то он переходит в додаток, который он поставил, и вы додаете, и он додается. И потом уже начинается, соответственно, от того, какой регион вы выбрали, там, безопасный, небезопасный, будет вас питать, как вы. И если что-то, не дай Боже, что произошло с вами, то додаток будет отсылать всем вашим контактам, что с вами что-то не так. И давайте я вам расскажу еще, например, где это может быть, чтобы использовать. Вот, если вы замислились, как много помирает людей, которые получают вчасную помощь, не дай Боже, кого-то привели о чем-то, или вы потеряли сознание, еще что-то, не дай Боже, и вы не можете достать себя до телефона. И, например, если это инсульт, например, это инсульт, то каждый год видна – это жизнь. И тогда никто не имеет информации, что с вами сейчас, а вот додаток, если вы там поставили, он вас будет питать. И если вы не дали ответ, то он рассылает информацию вашим контактам, в какие додатки, что с вами сейчас не так. И они уже будут, например, подзвонить вам, или написать, если не передать, то будут звонить соседям, или МЧС, или куда еще. Ну, а если технологически, как вы будете его совершенствовать, даст это приложение в его работе технологически? Ну, сейчас это базовый функционал, который выполнен проблемой, что нам нужно знать, как наши люди. И мы не можем там делать какие-то расширения, чтобы, например, сделать локацию, много пишут, что нужно локации. Но мы не можем это сделать, потому что, если это поставить, например, військовые, или люди в окупации, так далее, это может попасть не в руки. Но мы используем все необходимые доступные способи шифрования, и делаем все секьюрно, безопасно, в моем увазе. Но в будущем мы будем расширять функционал, но, конечно, в другом додатке, и это будет другая цель. Потому что сейчас это решение проблемы воинского состояния, а дальше будет расширение уже мирного состояния, когда ты переживаешь за своих родных в безопасности. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо. Да, удачи вам. Больше трех месяцев в Украине идет война. И ты знаешь, Юра, вот что меня удивляет? Меня удивляют наши дети, в лучшем смысле этого слова. Сколько они терпелись из-за военных действий, но при этом они находят в себе силы слушать онлайн-уроки, писать контрольные работы и еще готовиться к национальному тестированию. И, между прочим, такую активность и рвение к учебе преподаватели и наблюдали во время карантина из-за COVID-19. А тут, уезжая за границу, дети не забросили учебу, а идут за знаниями в местные школы. Да, и, кстати, нужно сказать, что за границей очень помогают нашим детям приспособиться к местным учебным реалиям. К образовательному волонтерству присоединяются даже известные учителя-блогеры. Об одном из них в нашем материале. У 36-летней британки Холли Кингманд тысячи учеников по всему миру. Каждый будний день миссис Кингманд проводит 30-минутные уроки английского языка онлайн. Начинала учительница с обучающих постов на своей страничке в социальной сети. Интересные уроки миссис Кингманд сразу понравились детям и буквально за несколько месяцев количество подписчиков выросло со 100 человек до 54 тысяч. С марта 2022 года Холли стала волонтеркой. Учительница создала специальный класс, в котором помогает детям из украинских семей говорить и писать по-английски. Я надеюсь, что смогу хоть немного помочь. Сейчас в мой класс зарегистрировались примерно 100 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Некоторые из них еще не приехали в Великобританию, но я уже занимаюсь с ними онлайн, чтобы улучшить их английский к моменту приезда. На занятиях много красочных картинок и много разговоров. Учительница Холли считает, что именно такая комбинация дает ученикам главное – доверие к преподавателю и отсутствие страха при высказывании своих мыслей на чужом языке. Обучать украинских детей английскому языку миссис Кингманд помогают еще 10 ее учеников. Среди них 12-летняя Элоиза и 11-летняя Харриет. Девочки учатся у Холли Кингманд более двух лет. Говорят, что очень гордятся тем, что могут помочь своим ровесникам, которые так много пережили за последние несколько месяцев войны. По мнению миссис Кингманд, добиться быстрых и значительных успехов в изучении иностранного языка можно лишь при регулярном индивидуальном обучении. Поэтому в ближайшее время британка планирует создать специальную платформу для украинских учеников. Дети сами смогут выбирать себе учителей английского, которые будут проводить с ними бесплатные индивидуальные уроки. Украинская символика – главный тренд во многих странах мира. Да, это точно. Особенно украинские флаги. Вот я, например, сейчас живу во Франции. Я очень часто встречаю на улицах развешанные украинские флаги. Это очень греет душу. А еще сейчас тренд на украинские фильмы. На большом экране? Именно. Например, весной в 600 кинотеатрах 45-ти американских штатов показали украинскую драму «Поводырь». Потрясающе. Наверное, это был самый масштабный украинский показ в США. Так и есть. А вырученные деньги от продажи билетов передали на помощь для украинцев. Спасибо большое. Я надеюсь, что кино американским зрителям очень понравилось. Ну а мы предлагаем вам узнать секреты съемочного процесса фильма «Поводырь» из нашей рубрики «Бэкстейдж». Фильм «Лесь Асанина Поводырь» — это пронзительная история об американском мальчике, отца которого убили в СССР в начале 30-х. Скрываясь от спецслужб, Питер становится поводырем для слепого кобзаря. Вместе им предстоит пройти долгий путь — отнести документы о зверствах сталинского режима в Москву и передать их там иностранному журналисту. Над сюжетом фильма режиссер Лесь Санин работал почти 10 лет. В его основе выдуманная история о дружбе десятилетнего американца и слепого бандуриста. Но события, на фоне которых она разворачивается, правдивы. Сталинские репрессии, голодомор, уничтожение украинских культурных деятелей. Сталинский режим и, ну, власне, тогда ГПУ и КГБ все сделали для того, чтобы уничтожить и украинскую интеллигенцию в конце концов, и власне украинцев, и украинскую музыку, и их носиев, кобзарев. Это абсолютно реальные факты. Главные роли в фильме сыграли Станислав Баклан, певица Джамала и американский актер с украинскими корнями Антон Грин. Также в кино снимались известные украинские поэты — Сергей Жадан, сыгравший харьковского поэта Михаиля Семенко, и Александр Ирванец в роли сценографиста на допросе. Для эпизодических ролей Санин пригласил несколько десятков бандуристов и незрячих людей. Режиссеру, который умеет играть на бандуре, было очень важно, чтобы актеры не имитировали игру на музыкальном инструменте, а действительно исполняли музыку в кадре. Создатели фильма уделяли много внимания деталям. Например, для Станислава Баклана и нескольких кобзарей заказали из США специальные линзы, имитирующие повреждения глаз. Актеры в них ничего не видели, но это было именно то, чего добивался Санин. Также для съемок отреставрировали первый трактор харьковского завода. На протяжении 50 лет он стоял на постаменте, но для картины его починили и сделали полностью рабочим. Бюджет фильма — 2 миллиона долларов. В прокате он себя не окупил, однако стал революционным для украинского кинематографа. Поводырь получил своего зрителя и достаточно высокие оценки критиков. Хотел рассказать историю про незлавных людей, про людей, которые в найскладнейшие часы для себя и для истории выбрали честь и достоинство, а не ганебную смерть. Наша программа подошла к концу. Благодарим вас, что были с утра дома в эти ранние часы. Мы старались сделать их приятными. Для вас работали Юра Критенко и Аня Кузина. Не забывайте поддерживать вооруженные силы Украины даже добрым словом. Берегите себя и верьте в нашу победу. По-другому быть не может. Увидимся завтра! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok